Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня пытается вернуть бывший молодой человек, он напрямую говорит мне, что любит меня, очень хочет, чтобы я была с ним. Я в сферу этого очень боюсь, потому что он обижал меня, когда мы с ним были вместе. Также я прекрасно понимаю, что у меня есть к нему чувства, но не сильно. Я очень боюсь, что начну в него влюбляться, и опять всё закончится плохо. Я уже ловлю себя на мысли, что хочу ему написать, хочу, что он мне написал или позвонил. Прямо навязываю мысли, как будто думаю только о нём, ничего, кроме как думать о нём, не хочется. Такое чувство, как будто я наступаю на те же грабли, но при этом всё равно иду в эту же сторону. Как правильно поступить, мне получается справиться со своими мыслями. Ну, что же. Можно сказать, но вот здесь. В первую очередь, пожалуй, да. Имеет смысл обратиться, действительно, за психотерапией. Вот, имеет смысл, действительно, пойти к психологу, вот, для того, чтобы, вот, раскрыть в какой-то степени природу ваших чувств, вот, природу ваших навязчивых мыслей. У которых, как вы понимаете, есть вполне себе здоровые, вполне себе здравые основания. То есть, что это за основания, нужно осмотреть, конечно. То есть, нужно прям вот исследовать, что это за основания такие. Вот, нужно осмотреть, значит, что с вами происходит. Вот, я думаю, что речь, скорее всего, идёт о том, что хотите вы в другом человека раствориться. Вот, я так, по крайней мере, думаю, что хотите вы в другом человеке раствориться. Я думаю, что вы стремитесь к тому, что в психологии называется слияние, вот. И, на мой взгляд, стремитесь вы к этому не случайно совершенно, на мой взгляд, стремитесь вы к этому, потому что не принимаете себя, потому что опоткаете себя, вот, где-то, как, где-то, как-то, в чём-то. Вот. И отсюда возникает стремление к тому человеку. Смотрите, если вы, как следует, да, вот, если вы, как следует, посмотрите на свои чувства, из чего я хочу вообще, от, ну, от мужчины, от мужчины. Ничего я хочу вообще. Вот я ему хочу написать, да, вот, хочу я ему написать, очень сильно хочу ему написать, а с чем это связано, что я так, что я так сильно хочу ему написать. Вот. То есть, у этого же есть причины какие-то, да, вот, то, что вы так сильно хотите ему написать. Вот. Вот. Значит, нужно здесь постараться увидеть, а что это, что это за причина-то, что вы хотите ему так сильно написать. Вот. С чем это связано, с чем это связано, такое, такое, ваше желание, сильное желание, да? Вот. И, в общем, в целом, я думаю, что, если вы, ну, для себя сами этот вопрос поиссидуете, вот, то не составит, я думаю, большого труда вам. О чем мы здесь, в общем и целом, говорим, ну, вот, не составит, не составит, большого труда для вас. Конечно, много зависит от вашего желания, но много зависит от того, собственно говоря, хотите ли вы это замечать или нет. Вот. Тут тоже такой есть довольно-таки важный, на мой взгляд, момент. Вот. Ну, тем не менее. Вот, пожалуй, то, что я мог бы вам сказать все в подсказке психологии и в подсказке психотерапии, конечно. Что касается молодого человека и того, что он уговаривает вас вернуться, вернуться, то нет, уговаривать он, конечно, может. Вот. В этом ничего плохого нет. В том, что он уговаривает вас, в том, что он как-то хочет, чтобы вы вернулись, вот. Вот. В том, что он уговаривает вас. В том, что он уговаривает вас. То, скорее всего, вы столкнетесь с теми же самыми проблемами. И во-первых, люди не меняются так. Без психотерапии уж и подам. Поэтому, прежде чем возвращаться, вспомните, пожалуйста, про то, от чего вы уходили, собственно говоря. Вот. Ну, вот. Буквально. Буквально. От чего вы уходили. Вот. Именно от чего. Просто от чего. Вот. Вот. Это, на мой взгляд, уже могло бы послушать хорош таким обзором того, на что вы можете рассчитывать. Если, допустим, решите быть, ну, к примеру, стоянным. Вот. Это такой момент. Следующий. Следующий момент. Значит, посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. Ну, то есть, вот, буквально, посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь и на то, насколько вам ваша жизнь интересна. И интересна ли она вам вообще ваша жизнь, я имею в виду. Потому что есть у меня осу, о, обновление, есть у меня ощущение такого, что ваша жизнь вам интересна не в фильме. То, да, вы правы в том смысле, что действительно вполне себе можете впасть в зависимость, опять, от человека. Это право. Это право. Это совершеннейшая право. Опять пойдете зависеть от него. Потому что всю вашу жизнь заполнит, собственно говоря, он. Вот. Ну, не вы. То есть, не вы, как бы, да, вот, свою жизнь будете наполнять, а именно он. Вот. Хорошо ли это для вас? Нет, конечно. Не может. Ничего хорошего. В этом нет и быть не может. Да, в этом нет. Вот. Поэтому, поэтому очень аккуратно, на мой взгляд, тут нужно двигаться. Вот. Очень аккуратно. Так. Естественно, если вы хотите вот с этой ситуацией как-то вот, ну, разобраться, если вы хотите эту ситуацию изменить. Ого. Да. Сейчас вы говорите о том, что боитесь влюбить, ну, боитесь влюбить, что, что, опять будете там думать про него только. И так далее. Ага. Я бы сказал, что ваш страх, он вполне себе имеет основание. Вы боитесь потерять себя. В этом смысле. Вот. Я легко могу вас понять. Вот. Легко. Правда. Очень легко могу вас понять. И, опять же, здесь необходимо работать с лишними границами. Где я, где ты. Где он. Где я. Вот. Вот. Если этого нет, то есть если вы плохо различаетесь, плохо разграничиваете себя и другого человека, вот, то само собой будут возникать проблемы. Поэтому, вы говорите о том, что хотите ему позвонить и написать. Ну, что же. Если вы хотите ему позвонить и написать, то здорово. А попробуйте подумать, что вы в этом для себя хотите получить. Вам то, что здесь важно. Вам то, что здесь важно. Вам то, что здесь нужно. Вот. Попробуйте ответить себе. На этот. На этот. На этот. На этот вопрос. Вот. Я не думаю, что это должно быть. Ну, должно быть. Так уж прямо сложно. Не думаю. Но. Какие-то усилия, вероятно. Попробуйте. Вот. Так же. Посмотрите, пожалуйста, на следующий важный момент. Он заключается в том, что общего между вами и молодым человеком. Что-то общее. Если есть, то что это общее. Что оно из себя представляет. Попробуйте на это также обратить свое внимание. Это очень важно. чтобы вы это сделали. Понимаете, да? А если вы придете к выводу, что общего между вами и молодым человеком не особо много. Если вы придете к выводу, что общего между вами и вот как бы мужчиной нет вообще. Например, вообще нет. Или вы связываете только вот то, что вы называете страстью, то что вы называете вот чувствами. То этого, конечно, конечно, мало. Этого, конечно, недостаточно. Нужно в таком случае смотреть вам на то, что вас привлекает. Ну, я имею в виду в молодом человеке. Именно в контексте самой себя. Вот. Потому что именно об этом мы говорим. Что привлекает нас. Именно. Именно. То, что хотим мы с вами. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Эм. Поэтому важно этого избежать. Поэтому важно этого избежать. Бабы не оказаться в лаве с уста. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Эм. На этом все. Пожалуйста. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Эм. Буду. Благодарен. Вам. За. Обратную связь. По моему ответу. Это. Позволит вам. Начать. Над собой. Над собой работы. Позволит вам. Сформулировать. Эм. Ну. Сформулировать. Эм. Для себя. Эм. Психотерапевтические. Одновные. Остановные. Положения. То есть. Чтобы. Вы могли. Вот. Прийти. К. Эм. Ну. Психологу. Да. И. Начать. Эм. Работать. Вот. Эм. Эм. над тем. Что. Вас. Беспокоит. То есть. Что. Вы хотите поменять. Вот. Пожалуй. Такой ответ. Пока что. Я могу. Вам. Предложить. Обращайтесь. За. Помощью. Не. Задерживайтесь. Смотрите. Смотрите.